Привет, народ! Ну, данное видео будет, может быть, интересно или полезно обладателям вот такой вот камеры GoPro Hero 3, ну, версия здесь в данном случае не важна либо это Black Edition, либо Silver почему? Потому что речь пойдет об аккумуляторах аккумуляторы у них взаимозаменяемы насколько я помню вопрос, смотрите, в чем я, когда купил камеру сразу же заказал к ней дополнительный аккумулятор, который ставится сзади, ну, вот такой вот аккумулятор который ставится сзади к камере пристегивается и суммарно полтора часа съемки дает мне родной аккумулятор полтора часа съемки дает мне второй аккумулятор в общей сложности я получил три часа в режиме съемки видео ну, примерно, плюс-минус три часа почему примерно? Потому что, ну, зависит жизнедеятельность камеры от режима записи от разрешения записи от угла обзора от условий съемки то есть, днем камере гораздо легче фокусироваться она кушает намного меньше ресурсов меньше разрешения опять же, кушает меньше ресурсов чем больше требования к камере тем, естественно, быстрее она у нас умрет ну, суммарно примерно так в два с половиной три часа видео в два аккумулятора мне дают ну, как бы охота иногда подводная длится четыре часа иногда и больше то хотелось продлить вот этот цикл жизнедеятельности камеры потому что, ну, бывает что камера села и только села камера у нас появляется перед нами хорошая трофейная рыбка а мы ее и не снимем ну, как бы позвонил знакомому Андрюхе позвонил в Крым говорю, Андрюха, как ты выходишь из данной ситуации ну, потому как человек также занимается подводной охотой ну, и также занимается съемками есть такая у него уже камера и, как бы, опыт у него уже побольше думаю, может поделиться Андрюха Андрюха, говорит, русик да я купил себе батарейку на 1600 мАч говорит, и получил примерно 20-25 минут дополнительных вот для съемки видео ну, действительно я зашел на сайт видим аккумулятор обычный GoPro 1050 мАч 400 гривен также видим аккумулятор 1600 мАч 300 гривен китайский ну, как бы заявлена емкость ну, считайте 550 мАч ну, примерно да, примерно так 20-25 минут дополнительных видео если посчитать совсем недавно как бы я на своей камере обнаружил давайте фотку покажу вот в этом углу вот такую вот неприятную штучку позвонил ребятам с магазина говорю, ребят что-то не пойму я думал что это сотрется знаете, когда камера новая вот этот блик но попробовал его потереть он не оттирается ребята, говорю да не вопрос присылай, посмотрим я отослал камеру мне ее прислали назад сказали, что ну, вот мы русик протерли ее и все стало замечательно хотя, ну, я честно говоря вот смотрю сейчас на свою камеру и вижу, что мне просто поменяли объектив потому что у меня был такой с косичком здесь этого косичка нет я не буду утверждать меняли, не меняли может быть протерли но я говорю, что ну, как по мне так объектив 100% не мой то есть новый объектив все замечательно меня все устраивает вопрос в чем, что когда я когда мне ребята возвращали камеру я дозаказал сделал заказ дозаказал крепление на голову для камеры да, резиночку вот эту вот оригинальную заказал еще что-то я уж не помню даже что а, заказал наборчик для ухода за линзой то есть там жидкость специальная салфеточки вот эти все ну, поняли, да жидкость для ухода за линзами наборчик и заказал еще вот этот самый пресловутый дополнительный аккумулятор китайский емкостью 1600 мАч вот так выглядит коробочка вот так выглядит сам аккумулятор ну и давайте дальше сравним этих два аккумулятора то есть ну цель видео какова цель видео в следующем стоит ли покупать данный аккумулятор оправдывает ли он свою покупку ну и как бы есть ли смысл вообще покупать его или может быть купить вот лучше даже если у вас уже умер знаете родной аккумулятор может быть лучше родной купить или все-таки вот можно обойтись китайским ну и как бы ну 1600 заявлена у нас здесь мощность поэтому ну как бы подкупая знаете сразу мы понимаем что теоретически мы получаем большую емкость больше времени для съемки но тем не менее сейчас я хочу проверить так ли это на самом деле давайте начнем скажем так с визуального сравнения черный аккумулятор это GoPro который еще в комплекте серенький это аккумулятор тот который дополнительный скажем так я приобрел с повышенной емкости так скажем ну мы здесь имеем давайте вот так я их поменяю родной аккумулятор GoPro у нас 3,7 вольта ну и у нас емкость заявлена 1050 мАч также у нас здесь емкость дублируется в ваттах то есть если 3,7 вольта умножить на 1600 мАч мы получим тех самых 3,9 ватт здесь у нас также 3,7 вольта 1600 уже мАч ну и также дублируется в ваттах то есть если 3,7 вольта умножить на 1 на 1600 мАч то мы получим тех самых 5,9 ватт в принципе как бы по книжке по бумажным надписям потому что написано на аккумуляторах мы имеем аккумулятор больше емкости ну знаете да на заборах тоже много чего пишут а заглянешь дрова лежат ситуация какая что буквы циферки написаны это хорошо но как обстоят дела на самом деле для чистоты эксперимента оба аккумулятора новые абсолютно с коробки то есть вот этот аккумулятор у меня разрядился один раз я его зарядил этот аккумулятор новый с коробки поэтому вот этот аккумулятор я зарядил 3 раза и разрядил этот аккумулятор я зарядил и разрядил 2 раза то есть в общей сложности у нас есть теперь в каждого аккумулятора 3 цикла заряд-разряд Ну, как советует завод-производитель обращаться с аккумуляторами, то везде пишут, что после третьего-четвертого раза аккумулятор набирает, скажем так, свою номинальную мощность. То именно по этой причине я каждый из аккумуляторов разрядил и зарядил три раза. То есть у нас они имеют три циклозарядки. Теперь они в равных условиях у нас. Теперь я каждый аккумулятор ставлю в камеру и камеру включаю на запись. Опять же, для чистоты эксперимента камера будет находиться в боксе, в боксе подводном, ну, чтобы как бы уравнять шансы. То есть, допустим, ну, машина проехала, еще что-то, еще что-то, ну, чтобы не было каких-то... Ну, это вообще, честно говоря, придирательства, но писать буду все-таки в боксе, чтобы меньше было, скажем так, внешних факторов, влияющих на запись. Ну, возможно, сейчас какая-то машина подъедет, допустим, мусорку будут выгружать, машина работает, камера будет записывать звук. То в данном случае в боксе влияние вот этих внешних обстоятельств будет сведено к минимуму. Включаю камеру, ставлю камеру, ну, допустим, я не знаю, сейчас ее куда-то поставлю, на одну и ту же картинку наведу и включу на запись. После чего камера выключится, я вытаскиваю флешку, бросаю флешку в компьютер, выделяю все видео, суммирую, и мне компьютер покажет, что, допустим, там, 3 часа записи, там, или 2,5, ну, сколько будет. То есть данный фактор, ну, данный эксперимент я уже проводил, но проводил, скажем так, вот, во время вот этих трех циклов заряд-разряд, ну, цифры я уже записал, но вот последние немножко, они каждый раз разнятся, поэтому последний, вот сейчас раз я третий, вернее, четвертый раз, это у меня будет разрядка аккумулятора происходить, я уже, как бы, ну, возьму эти показатели за основные. То есть камера включена, нажимаем кнопочку play, ну, и ставим, допустим, вот я вот на себя поставлю, вот оттуда, где сейчас камера снимает, вот так же она смотрит сейчас на меня, и жду, пока она выключится. Снимаю показания, ставлю второй аккумулятор, снимаю показания, ну, и в конце, уже, в конце видео, уже поделюсь этой информацией с вами. Продолжаем. Закончил я эксперименты с аккумуляторами для камеры GoPro, как думаете, стоит ли покупать аккумулятор, скажем так, повышенной емкости, или не стоит? Ну, давайте я расскажу. То есть, ну, можно купить аккумулятор повышенной емкости, и потом уже заплатив деньги, самому узнать, потратили мои деньги с умом, или потратили мои деньги зря. Ну, в общем, давайте я сделаю это за вас, дам вам ответ на этот вопрос. Смотрите, ситуация какая. Камера GoPro, камеры были в абсолютно разных условиях, в равных условиях. То есть, стояли на одном месте, снимали одну и ту же картинку. Камера GoPro проработала на родном аккумуляторе. Час 33, и выключилась. Камера GoPro на китайском аккумуляторе проработала, как думаете, сколько? Ну, давайте посчитаем, включим математику, и посчитаем. То есть, получается ситуация такая, по идее нам нужно, час 33 это сколько? Это 93 минуты, правильно? 93 минуты нам нужно разделить на 1050. Равно, и эту цифру нам нужно умножить на 1600, правильно? МАч. То есть, по идее, камера GoPro на китайском аккумуляторе должна проработать 141 минуту. 120 это 2 часа, час 21 минута должен проработать аккумулятор. Как думаете, сколько проработал китайский аккумулятор? Час 15. Видите, да, разницу? Должен проработать 2 часа 21 минуту. По идее, по сухим фактам, по математике, по написанному вот здесь вот. Должен проработать аккумулятор 2 часа 21 минуту. Ну, хотя бы 2 часа. Этого не случилось. Аккумулятор работает меньше, чем родной аккумулятор от камеры GoPro. Кстати, перед тем, как, скажем так, провести последний тест, я заряжал аккумуляторы и сажал их. Сажал их точно таким же образом. Ну, просто как бы фиксировал эти цифры для себя. То, скажу честно, что, ну, такого разгона, как я ожидал, знаете, я ожидал хотя бы прироста в 5, в 10, в 15 минут после 3-4 заряда аккумулятора. То после 3-го заряда получилось, что аккумулятор дал прирост в 1 минуту. И 1, и 2. То есть 50 секунд, 80 секунд, ну, вот, минутку с чем-то там дал прирост. То есть, если первый раз китайский аккумулятор работал 1 час 15, то вот сейчас, вот, на третий раз он проработал 1 час 16 и 20 секунд. Ну, как бы, сами понимаете. Вопрос дальше о чем? Вопрос в том еще, что заряжаются аккумуляторы тоже немножко по-разному. Китайский аккумулятор заряжается ровно 1 час 25 и он заряжен. Аккумулятор от GoPro заряжается 1 час 50, почти 2 часа. Кому плюс, кому минус. Ну, как бы, как по мне, лучше плюс, чем минус, потому что, ну, я лучше на 25 минут дольше буду заряжать аккумулятор, но, соответственно, на 20 минут он будет у меня дольше и работать. Не правда ли? Замечательная фишка такая. Все-таки, как бы, если вы хотите получить больше времени для своей камеры, да, то китайский аккумулятор не выход, не вариант. Ну, как я сделал? Я купил дополнительный аккумулятор, пристегиваю его сзади. Если вы не хотите жертвовать размерами камеры, то проще за 400 рубликов купить оригинальный аккумулятор от камеры GoPro, чем китайский. На 100 рублей дешевле, на 100 гривен дешевле он, да, но, видите, ну, это мое личное мнение, мой личный выбор. То есть, если вам не критично время, если у вас уже старый, умерший аккумулятор в вашей камере, он просто отказывается работать, там работает 10, 15, 20 минут камера умирает, то, возможно, для вас есть смысл сэкономить 100 гривен, купить не родной аккумулятор, а купить вот китайский, но вы будете иметь на 15 минут меньше времени для съемки. Для кого-то это критично, для кого-то это не критично. Если вы ходите гулять с семьей, снимаете на GoPro какие-то пейзажи, я не знаю, там, природу, ну, может быть, вам 15 минут этих и не критично. Если я снимаю действия под водой, подводную охоту, для меня это критично. Для меня 15 минут это очень много. Под водой, то есть, это может быть какой-то классный сюжет обалденный, может быть, что-то затопленное, какая-то коряга там симпатичная, может быть, даже что-то какое-то там, ну, я не знаю, вдруг танк найду, представляете, со времен войны, или что-то еще в вилле, или рыбу огромедную увижу, а камера села, и вот картинки уже не будет этой. Шикарный кадр, а пропадет. Нехорошо. То для меня это критично. Поэтому как-то так вот, ну, делайте выводы сами, то есть, каждому свое. Я, например, вот этот аккумулятор, ну, выбрасывать совершенно не собираюсь, он будет у меня в использовании. Просто что, ну, смотрите, как бы, ситуация какая. Я брал с собой камеру GoPro на ружье, ставил, а вот эту камеру, на которую я сейчас снимаю, Panasonic, я брал ее в машину. Сейчас я просто брошу дополнительный аккумулятор, я его заряжу и брошу в машину. Допустим, по дороге, да, когда мы едем на рыбалку, можно что-то поснимать, можно вставить дополнительный аккумулятор, поснимать им действия до захода в воду, да, саму дорогу, там, может быть, какие-то пейзажи красивые, природу. Потом переставить аккумулятор от GoPro, ну, я так буду делать, по крайней мере, подводные съемки. Потом по выходу у меня уже камера садится, и вот, допустим, на выходе, опять же, снять на видео, что мы там, да, подстрелили, может быть, какие-то трофеи, то уже камеры нет, уже камера умерла, то есть выход опять взять запасную батарейку, поставить, и камера снова работает. Как бы опять 5-7 минут можно поснимать, да, ну, даже 1 час 15 можно поснимать, вот так вот. В принципе, за 300 гривен сейчас 15 видео, ну, как бы, в принципе, нормально, ну, плюс можно скидочку попросить еще. 5% обещали в магазине, ребята, сделать, поэтому так-то можно. Ладно, в принципе, все, делайте свои выводы, я, как бы, свои сделал для себя. Все, пока-пока, увидимся. Продолжение следует...